Здравствуйте, дорогие мои подписчики и любители готовить и гости моего канала. Я приветствую вас у себя на кухне и приглашаю вас, чтобы со мной сегодня вместе приготовить торт Прага. Сегодня мы просто пойдем к гости, поздравлять роженицу и вот был заказ на торт Прага. И я подумала, что можно одновременно поделиться с вами. Рецепт я оставлю в описании. Сейчас мы будем взбивать с вами яйца с сахаром. Что хочу сказать, ваша чаша для миксера должна быть чистой, сухой. Никаких жирных, никаких ничего не должно быть. После того, как вы, например, взбиваете масло или там какие-то делаете здесь рецепты, которые жирные, обязательно нужно помыть хорошо и натереть насухо, чтобы была у нас чистая чаша. И я взбиваю сюда яйца. Я не отделяю желтки от белков. Мой миксер и так все взобьет. Зачем все себе усложняется? Я это никогда практически не делаю. Очень редко, за исключением, дам рецепту. Итак, в описании я оставлю рецепт. Взбиваю сюда яйца. Яйца перед этим нужно, конечно, помыть, потому что они могут быть грязные. И одеваю эту штукенцию и включаю. Взбивать буду сначала на маленькой скорости, потом на большой. Подсыпать сахар. Сахар я насыплю тоже потихонечку, прямо сейчас весь. Я не буду по чуть-чуть засыпать. Это ничего не даст. Для меня лично, я так считаю. Теперь я включаю на большую скорость. Наши белки, наши яйца взбились вместе с сахаром. Вот, видите, какая масса получилась? Вот такая вот масса. Пышная, густая масса. И теперь я буду потихонечку сюда вводить нашу муку. Так я готовлю бисквит. У меня есть различные способы, но вот один из них я вам хочу показать. Миксер нам уже не нужен. Видите? Вот такая пышная масса должна быть. И теперь я аккуратненько, аккуратненько своей волшебной ложечкой, как я всегда говорю, буду просеивать сюда муку. Обязательно, для того, чтобы у нас наш бисквит был воздушным. Маленькими порциями, не надо все сразу. Вот так. И размешивать я буду вот так, по часовой стрелке. Вот так. Вводить сюда буду я нашу муку. Вот таким образом. Аккуратней, внимательней. Чтобы не было комочков, аккуратненько это делайте. Вот так. Еще. Вот так. Я всю вот эту муку, 250 грамм, ввожу ее в три приема. Видите, как получается? Какое пышное тесто. Очень пышное тесто. Осторожнее, еще раз говорю. Вот так вот размешивайте, чтобы наше тесто помогло сохранить вот эту воздушность и пористость. Очень внимательно и осторожно отнеситесь к этому. Вот так. Чтобы не было комочков. Размешайте как следует. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так переворачивайте. Вот так. Видите, как мука выходит наружу и равномерно она у нас размешивается. Вот таким образом. Последнюю я ввожу муку сюда. Вот таким образом. Вот так я готовлю. Вот с таким бисквитом готовлю торт Прага. Вот таким образом. Вот. У меня нет никаких комочков. Не должно быть никаких комочков. Ни в коем случае. Вот так. Вот таким образом. Все. Тесто у меня готово. Я приготовила форму. Застелила ее дно бумаги. Бумагой обязательно. Не вздумайте мазать здесь края борта маслом. Потому что у вас бисквит не поднимется. Тяжело будет. И высыпаем сюда. Смотрите, какая прелесть. Воздушное-воздушное тесто. Вот таким вот образом. Ложечка очень хорошая. Если у кого еще нет, купите силиконовую. Я пользуюсь очень долго. Много-много лет. Мне очень нравится. У меня были другие. Я уже испробовала вот такую. И сверху ни в коем случае ничего тут не разглаживайте. Чтобы наше тесто лишний раз не тревожить. И чтобы оно у нас не упало. А тем более, бывает, что некоторые вот так вот берут. И вот так вот трясут его. Ни в коем случае. Вот таким образом. У меня получилось тесто. Посмотрите. Для бисквита. Вот. Она почти польная. Очень пышная. Нежная. Вот так вот ее трясешь. Она нежная-нежная. И сейчас я буду выпекать ее. 180 градусов 25-30 минут. Обязательно пробовать зубочисткой. И это когда будет готов ваш бисквит. Все. Я ставлю выпекать. Потом подключусь. Покажу вам дальше. Вот так выглядит. Вот. Осталось еще 18 минуточек вот здесь вот. Видите, я показываю вам. При 180 градус 18 минут. И вот как выглядит мой бисквит. Смотрите, какой он пышный, высокий. И уже допекается. Вот. Будем ждать. Итак, бисквитик мой готов. Вот я только его вытащила. Обратите внимание. Вот так. Насколько он поднялся. Вот. Он очень воздушный. И очень-очень горячий. Проверяю. И я опять же показываю. Вот такой вот шпажечкой. Вот таким образом. Шпажечка чистая. Значит, наш бисквит готов. Сейчас он у меня остынет. Бисквитик. И я потом вытащу, покажу вам дальше, что я буду делать. Буду делать крем для пропитки. Ну, в общем, буду собирать, в общем, тортик Прага. А пока будем ждать, пока остынет. Ну, вот, девочки мои, я уже вынула, или как, освободила от формы наш бисквит. Видите, какой он хорошенький. Вот, смотрите. Не взбивала я отдельно никакие там белки, никакие желтки. И все замечательно получилось. Толщина прекрасная. И он очень воздушный, такой вот нежный-нежный. И вот на такой вот, как бы, фруктовнице я повернула. Можете, у кого есть решеточка, на решеточке это, чтобы он остыл. Смотрите, бисквит желательно, конечно, оставлять, чтобы он, как говорится, немножечко отдохнул, постоял, значит, часов шесть. Он просто лучше будет резаться и, как бы, не так будет рассыпаться. Вам просто очень удобно будет. Я сейчас его оставлю, затем разрежу напополам. Можно разрезать на три части. Если я куда-то на праздник дарить кому-то торты делаю, то я разрезаю на три части. А так мы сами будем в кругу семьи кушать, я разрежу на одну часть. И пропитаю коржи вот таким вот сиропом. Это сироп у меня вишневый. Вы можете любой другой взять пропитать, каким хотите. Ну, все, остынет у меня уже. Он у меня, можно сказать, остыл. Все, уже я извлекла его. Извлекать очень просто. Проходите по бокам формы ножом аккуратненько. И все, извлекаете его. Вот. Он у меня сейчас еще постоит. Я разрежу. Потом буду делать крем. Подключусь и все покажу вам, мои хорошие. Вот. Теперь я буду взбивать маслечко. Пока у меня остывает мой бисквит. Буду взбивать маслечко, делать крем. Здесь это у меня масло. Масло сливочное нужно брать хорошее. Для этого. И потом буду постепенно добавлять сгущенку. Сгущенное молочко. Тоже старайтесь хорошее взять. И масло взбиваем до пила. Такая, чтобы была пышная-пышная такая масса. Вот это очень хорошая такая у меня штучка для взбивания. У нее прорезиненная, я вам показывала уже дно. И она никуда вот не уходит. Смотрите. Можно... Она хорошо туда заходит и можно взбивать. Вот смотрите, чтобы вот такая вот масса, блестящая была масса. И начинаем потихонечку добавлять сюда сгущенки. Добавляю я половинку сначала. Не буду разделять там на много частей. На половинку и взобью. Смотрите, бисквит, конечно, я добавляю и сухокало. Но есть люди, которые сегодня будут кушать торт, которые не любят шоколадные коржи. Вот, чтобы они были черные. И сегодня я не добавила. А так, конечно, торт Прага делается обязательно. Туда добавляется шоколад. Ну, не шоколад, извиняюсь. А, значит, какао. Если вы хотите сделать из какао, не хотите, а, в принципе, торт Прага так и готовится, то вы меня спросите, сколько тогда добавить. Значит, убирайте... Если вы хотите добавить ложечку какао, убирайте ложечки муки из этих ингредиентов. Если вы хотите добавить две ложки какао, я добавляю две ложки какао, если делать шоколадный. То убирай две ложки муки. Вот так вот. Ну, все, я не буду тут взбивать все, как бы, долго показывать вам. Забью уже и покажу. Ну, как бы, как я взбиваю, я уже показала вам. Все, вот такая масса получилась. Вот такой должен быть крем. Такой эластичный. Вот такой. Этого крема достаточно хватит, чтобы промазать мне вот мой торт. Даже еще останется. Ну что же, сейчас будем уже скоро нарезать бисквит и будем собирать торт. Вот и все. Разрезала я тортик на две части. И смотрите, нижнюю часть, верхнюю часть выровняйте, если она у вас такая выпухлая, чуть-чуть выросла серединка, вы вырежьте. И вот нижнюю, самую нижнюю часть вы сверху должны будете поставить, а верхнюю в нижнюю наоборот. Вот так, вот таким вот образом. Можно на три части разрезать. И еще раз повторяю, кто-то может сейчас сразу подумать или тут же написать, что торт Прага делается шоколадным. Это так. Я повторяю, что сегодня будет у нас человек тот, который не любит бисквиты шоколадные. Поэтому я хочу угодить и делаю так. А на самом деле он шоколадный. И вот здесь вот у меня есть, я уже показывала в начале, обратите внимание, вишневый сироп. Я им пропитаю наш бисквит, чтобы он был нежненьким. Не люблю сухой бисквит. Вот таким вот образом. Хорошенечко прям пропитаю. Если у вас нет сиропчика, то, пожалуйста, вы можете сделать сиропную водичку. Там получается стакан воды. Я делаю полстакана сахара. Это я, такой мой рецепт. Я не знаю, кто-то может по-другому делать. Ну, по-своему, как вы делаете. Вот таким вот образом я пропитаю. Вот. Дальше я сюда кладу торт. Ой, или крем. Крема я кладу сюда много. Сразу говорю. Потому что я люблю, когда много крема. Крем здесь очень вкусный. У меня маслица самое, что ни на есть натуральное здесь. Вот. И сгущенка. Это замечательный крем получается. Вот таким вот образом. Разравниваю. Можно смазать им тот слой повидлом. Но я смазываю верхом. Верх не повидло, а джем. Вот у меня абрикосовый. Можно вишневый джем, если есть. У меня просто его не оказалось. Вот. И обязательно пропитать еще. Сверху помазать. Ну, а я буду смазывать повидлом. Мне так нравится. Это верх и бока нашего торта. Торта, правильно сказать. Вот так. Вот таким вот образом я делаю. Выравниваю. Вот так. Так. Прочистим лопаточку. Она мне будет еще нужна. Так. И вот этот тоже я сейчас кусочек тоже пропитаю. Обязательно таким вот сиропом вишневым. Вот так. Вот таким вот образом. Очень мы любим в нашей семье Прага торт, Киевский. Очень много тортов. Я, наверное, тортов, правильно сказать. А то вы мне напишите опять, что я неправильно говорю. Я постараюсь печь. Сейчас уже дни рождения начнутся у всех. Я буду выпекать. Ну и накрываем мы сверху. Вот так. Накрываем. Аккуратненько. Вот. Ну и как всегда, как же без этого, мне звонит телефон у меня. Сейчас, секундочку. Ну что же, продолжаем собирать наш торт Траго. Вот так вот он выглядит. И сверху, сейчас я приготовлю свою лопаточку. Я сверху, значит, промажу и бока торта промажу таким, ну не вареньем, а джемом абрикосовым. Вот так. Заменить его вареньем нет. Я думаю, что нет. Ну, если вы захотите, конечно, ваше право. И бока я тоже делаю. Так, для такого торта одного можно использовать, ну, 50 стакан, скажем так, стакан. Целый стакан джема этого. И поставлю в холодильник. И этот джем у нас застынет, и очень хорошо пристанет сюда наша глазурь. Будет замечательно. Очень хорошо будет приставать глазурь, и будет очень вкусно. Вот так вот я делаю. Обязательно. Этот тортик обязательно требует именно такого. Такой вот пропиточки по бокам везде. Наверное, все знают. Я одна пеку. У меня вот, вот я говорю, вот один стаканчик ушел. Я еще делаю, если у меня сироп вишневый, то и как бы вишневые. Мажу тоже джемом вишневым, но у меня не оказался. В этом году я не варила джем вишневый, поэтому... Вот так вот. Видите? Какая прелесть. Выровняйте все аккуратненько. Вот так затрите все по бокам. Таким образом эта вот лопаточка очень хорошая. Мне так она нравится. Затираются все бока ровненько. Что выпирает, все убирается. Вот таким вот образом. И верхушечка вот так выравнивается. Вот таким вот образом. И вот так вот я поставлю этот тортик в холодильник. Пусть он у меня остынет на часочек. И потом я буду делать глазурь и поливать его. Все покажу вам, мои дорогие. Итак, наш тортик остыл. Вытащила я его из холодильника. Видите, он весь покрытый. И по бокам я сдегла это джемом. Растопила я на водяной бане шоколад. Вот смотрите, видите? У меня получается так. 100 грамм шоколада. На 100 грамм шоколада черного. Можете взять сливочный, как вы хотите. 50 грамм сливочного масла. Чтобы он блестел вот так вот. Просто вот так взбиваем. Вот таким вот образом. И поливаем наш тортик. Поливаем аккуратненько. Обязательно. Вот так вот. Я делаю для того, чтобы шоколад аккуратненько лег везде. По всем бачкам. Видите как? И одновременно тут вот разровняем. Дело в том, вот почему я в холодильник поставила тортик, чтобы он остыл. Чтобы нам было потом очень легко покрывать глазурью. На холодном. Очень удобно покрывать глазурью. Очень. Пролепает очень хорошо глазурь на холодном тортике. И получается очень хорошо. вот таким образом. Хорошенечко прям. Не бойтесь покрывать побольше шоколада. Это будет лучше. Вот таким вот образом. Аккуратненько разглаживаем. Вот видите какая прелесть получилась? Ну просто прелесть. Просто. Вот так сверху как следует разгладим его. Вот. Вот таким вот образом. И бока еще аккуратненько разы гладим. В общем, надо поработать над тортиком. Вот таким. Если у кого-то есть специальный такой ножик, то это вообще красота. Мой здесь не оказался. Поэтому. Как бы вот так. Я вот такой вот ложечкой сделаю. Но и неплохо. Вот так. Теперь он у меня вот так вот застынет. Мой тортик. И потом я покажу, что я... Украшать сверху Прага не украшается. Я просто сделала вот такой вот конвертик с шоколадом. Сейчас покажу вам. Из бумаги. Вот такой вот конвертик. Здесь вот обрежу аккуратненько. И потом сверху, когда уже застынет эта масса шоколадная, я сверху напишу просто торт Прага. Этим же шоколадом. И все. Потом покажу в дальнейшем, как буду это делать. Все. Буду уже украшать. Самую грязную работу вам не показала, как я тут все выравнивала, все делала. Это вообще каждый знает, как это делать. Много не нужно ума. И вот я делаю таких конвертик, я вам говорила уже, украшение. И вот так вот разрезаем. Аккуратненько. Можно с мешком, пожалуйста. У кого есть мешок, у кого есть насадки, ну, шприц, как хотите. И здесь я буду вот так вот писать Прага. Как сможете, так и напишите. Не обязательно прям суперски. Здесь чем больше напишите вот так вот, ну, неровности, то это даже лучше. Вот так. Вот таким образом. Вот у меня так получается. Сверху такой сеточкой хочу украсить каждую буковку. Вот так. Вот таким образом. Вот такая красота у меня получилась. Вот. Так, а это тут внизу моя розовь. Вот таким вот образом. Вот так вот. все готово. Сейчас сниму, поближе покажу вам, что у меня получилось. Вот такая прелесть у меня получилась. Видите, как я написала? Прага. И тут свою роспись. Видите? Здесь не обязательно писать какие-то там ровности, там все. Вот так забавнее. Это для меня так. Вы, конечно, пожалуйста, сделайте, как вы хотите. Вот такой вот высокий торт у меня получился. Для семейного чаепития будем праздновать рождение малыша. Вот. Опять же я вам говорю и напоминаю, чтобы мне потом не писали, что торт Прага готовится бисквит с шоколадной. Это да. Конечно, естественно. Именно так. Поэтому я вам и говорю, что есть человек, который не ест такие коржи шоколадные. Поэтому я, чтобы уважить человека, сделала торт Прагу белым, значит, бисквитом, а все остальное как бы верх шоколадный. Вот. И сразу говорю, потому что зададите вопрос, я знаю, если сделать шоколадный, то что нужно? Просто нужно убрать, если вы хотите добавить 2 столовые ложечки какао порошка, я лично 2 добавляю, то вы убирайте 2 столовые ложки муки. Вот в таких пропорциях. Если вы 1 добавляете, значит 1, но 2 вкуснее всего. Этот бисквит замечательный. Я вам очень предлагаю его попробовать. Он делается очень быстро. Не надо взбивать белки отдельно, не надо взбивать желтки. Ну, опять же, конечно, если у вас будет вот такой вот комбайн, я не знаю, миксер там, ну, мощный такой, чтобы был, в принципе, только они вот взбивают вот, а ручные такие вот, конечно, не знаю, справится или нет, я не знаю, не могу сказать. Но если у вас есть вот специальный такой профессиональный, даже не профессиональный, но мощный, вот, то, конечно, все это получится. Ну, что же, мои хорошие, была рада предложить вам рецептик, как я готовлю торт Прага. У меня еще есть один рецепт торт Прага, я как-нибудь вам его покажу. Вот. И поделюсь, наверное, сделаю торт киевский, потому что скоро сыну день рождения, а может быть, покажу другой торт, двухъярусный, который я ему всегда готовила. Ну, посмотрим, короче, что-то я вам еще предложу. Ну, если понравился мой рецепт, то заходите на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, мои дорогие. А я вам желаю всего самого хорошего и самого доброго. Будьте счастливы и здоровы, мои дорогие подписчики. Пока-пока.